Здравствуйте, дорогие господа! Взрослые, а также дорогие мальчики и девочки, наша замечательная телекомпания вас приветствует самым наилучшим образом. Итак, я уже вижу наш кудесник эфира Лена Пинчук, уже видишь, что кто-то у нас вышел в эфир. И с нами вместе Мишка, мой тезка, который его нашел в джунглях, который каждый вечер просит, чтобы я рассказал ему новую сказку. Все сказки ему рассказал и пишу сейчас новую. Заодно правлю и рассказываю вам. Сегодня, Мишка, привет! Привет! Ладно, иди, Мишка, пристраивайся и будешь слушать здесь, пока я буду с ребятами общаться. Я уже вижу, что много взрослых уже с нами в эфире. Значит, идите и понимай. Итак, в прошлый раз мы рассказывали историю про не стреляя. Второй часть не стреляя, не стреляя в городе. И остановились на том месте, где, где не стреляй, остановил большой страшный бульдозер. А бульдозер как раз ломал деревья в сквере. И из одного из деревьев, поломанных, упало гнездо с птенчиками. И упало прямо перед страшным ковшом бульдозера. И не стреляй, вместе со своими друзьями-экологами, и вместе с животными, лесными, лосями, остановил этот страшный, страшного зверя. И как раз собрал в свою форменную фуражку птенцов, которые развалились, по траве. И вот на этом месте мы с вами остановились. Так, ну вы там собрались как-то так? Так. Ну, раз вы собрались. Виктор Селиванов, Михаил Роскин, Валерий Клим, Лариса Павлова, Лидия Куварина. Ну, многие присоединились. Я вижу, что... Симон Маринов. Симон Балгария тоже здесь. Хорошо, тогда я продолжаю эту историю. Так вот. Потом он собрал оставшихся птенцов и стал думать, что же с ними делать. Сверху, над сквером, продолжали кружиться и громко кричать родители птенцов. Ну, естественно. Панька какая. Гнездо их было разрушено. Но форменная фуражка, не стреляя, могла вполне послужить им новым жильем. Правильно? Чита Григорьевых уже поспешала на помощь нашему приятелю с добротной лестницей в руках. Друзья выбрали самое большое дерево, прислонили лестницу. Не стреляй. Взял фуражку с птенцами и тихонечко полез на дерево. А Чита Григорьевых осталось его страховать. Родители птенцов продолжали суматох. Тирик, 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 и кружили над деревьями. Вот. Фью, фью, пособью, крикнул на стреляй. Help of you. Что значит на интернациональном птичьем языке. Мол, хватит панику разводить, дорогие родители. Вы лучше спуститесь, да помогите мне, а то мне тут рук не хватает. Птенцы тут же кинулись на помощь спасителю. Лестник выбрал самое подходящее местечко для нового гнезда. Надо было чем-то закрепить это жилье, чтобы его ветром не сдуло. Не стреляя, посмотрел вокруг, но не нашел никакого крепежа. Потому что ни проволоки, ни веревки не нашлось на дереве. Не водятся такие вещи на деревьях. Лиан там тоже не было. И тут его взгляд упал на собственный ботинок. Он вытащил из ботинка свой шнурок и вместе с птицами прикрепил фуражку. Птицы проклевали отверстие фуражки, через которое не стреляй, и привязал гнездо к веткам. Здорово придумано. Вот именно. Счастливые птичьи семейства защебетало наперебой. Чирик-чирик-чирик-чирик. Поздравляя друг дружку с новосельем. Лестник же, довольный своей работой, стал осторожно спускаться вниз с дерева. При этом он крикнул вниз. Помните, там подстраховщики стояли. Эй, вы там, Григорьевы! Держите лестницу крепче, чтоб я не грохнулся. Спускаюсь, слышите? Однако, никто ему ничего не ответил. Это было странновато. Каково же было удивление нашего героя, когда вместо лучших друзей он обнаружил злейших врагов. Да. То есть майора Тупилова и ефрейтора Пападуку. Полицейские поджидали эколога с автоматами на готове. Нестор огляделся по сторонам, ища глазами соратников. Никого из них поблизости не было. Невдалеке стоял фургон с решетками, набитый задержанными защитниками сквера. Семья Григорьевых была упакована туда же. Эх, 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 старый знакомый, сказал не стреляю майор Тупилов. Эх, опять, значит, вы гражданин, безобразие хулиганичителя. Эх, 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 на этот раз ты так просто не отделаешься. Я тебя... Эх, 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 за решетку упрячу. Там тебя быстро отрихтуют. Больно прыткий ты у нас оказался. Эх, 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 эх. Тут Нестор заметил, как невдалеке шевельнулся к уст сирени. Пригляделся лесник и заметил спрятавшуюся там секретаршу Таню. Он ее сразу узнал По ноге Ну или по платью Надо было как-то Отвечь полицейских От этого места и увезти их подальше Топор, топор Сиди как вор Крикнул не стреляй Подавая Тане сигнал Чего-чего Удивился майор Тупилов И направил дуло автомата Прямо на лесника Ты тут нам топором угрожаешь Попадука тоже направил свое дуло Но не стреляя Я говорю, что отлично Ответил не стреляй Сдаюсь, сдаюсь Господин полковник Какой я тебе полковник Возразил Тупилов Я точно знаю, что я майор И не надо мне тут зубы заговаривать Твои хитрости Тут не пройдут Как это не пройдут? Удивился не стреляй Он улыбнулся Всегда проходили И сейчас пройдут Вот возьму Сейчас к примеру И сделаю вас Полковником Полковником Удивился майор Его маленькие Как бусинки Глазки Забегали В соляных складках Конечно Даже Генералам Ответил не стреляй Что? Хе-хе Генералам? Хе-хе Радостно Переспросил майор Его тяжелая челюсть Отвисла А изо рта Тонкой струйкой Потекла слюна Конечно генералам Непременно генералам За поимку меня Вас сразу повысят звание Правильно я говорю? Правильно Хе-хе Ответил майор Следите за ручками Господин Без пяти минут Генерал Вот видите Я поднимаю руки Вверх Я сдаюсь Сдаюсь И поздравляю вас С повышением В звании Полицейский Расплылся в улыбке А не стреляй Ухватился руками За лестницу Подтянулся И резко Ногами Ударил по автоматам Автоматы Жалобно Клацнули И улетели вверх На дерево Вслед за оружием Улетел Нестреляевский ботинок Ну тот Из которого Шнурок Вытащили Без шнурка Он не удержался На ноге И смех И грех Что-то произошло Очень быстро Тупилов Еще не успел Снять глупую улыбку С лица А не стреляя Уже Бежал сквозь Пусты на утек Через секунду Свалился с неба И упал прямо В руки Тупилова Нестреляевский ботинок Автоматы же Повисли на ветвях Полицейские долго Соображали Что же им теперь Теперь делать То ли лезть на дерево За улетевшими Автоматами То ли За убежавшими Не стреляем Бежать Тупилов Вцепился в башмак И лихорадочно Пытался понять В каком он сейчас Звании То ли полковника То ли генерала Немного подумав Служаки Отправились В погоню За лесником Пила Пила Лети Как стрела Закричал Не стреляй На ходу Для Тани Подавая знак Но она и так Уже сообразила Что к чему И побежала В другую сторону А полицейские Полицейские Сразу струсили Они остановились И стали оглядываться По сторонам Не летит Где-то Самая Пила Не стреляй Убежал От погони Погонников И отправился В гости К Тане Нужно было Спокойно Обдумать Как выручать Друзей Клодов И с обувкой Надо было что-то придумать А то Знаете ли Хождение в одном ботинке Неудобно Крайне Кроме того Это вызывает Сильное Подозрение У полиции Когда Не стреляй Добрался До Таниного Дома Хозяйка Была уже там Ну конечно Бежать В двух пышмаках Быстрее получается Чем в одном На этом Друзья Мы сегодня Остановимся А сам Я думаю Что этим взрослым Наша сказка Тоже интересна Так вот Модесса Колов Валерий Клима В Германию Смотрит Дальше Привет Это у нас тоже сказочная Меркель снова Власть Тала Не знаю Радоваться Так у вас Я понял Что по лайкам Я понял Что вам Понравилось Продолжение Нашей сказки Я вижу Много отриков Я пытаюсь Потом Ответить Кого не успел Время сказки Заметить Если вы Конечно Оставили Какой-нибудь Комментарий Детей Прошу Рисовать Рисунки Присылать В комментариях Как вы Увидели Рязанцев Отлично Как вы Увидели Эту историю С Нестреляем И с этими Ребятами Я еще должен Сказать Должен сказать Что Многие Мне послужили Друзья И мне Другие Послужили Прототипами Для того Чтобы написать Эту сказку Таким образом Мой Нестреляем Очень похож На Юру Шевчука Вот Тут же Мне помогли Своими действиями Мои друзья Экологи Юлия Минутина Саша Карпов Игорь Бабакин Кстати Матэст Соколов Все Экологи Градозащитники Я должен Еще раз Поскольку Наше Чтение сказки Такое Они очень Хорошо Так Делают Блистательную Карьеру Сейчас В Петербурге Вячеслав Владимирович Петров И Евгений Федоренко Блистательную Карьеру На задержании Мирных граждан И мирных Демонстраций Просто Звездочки У них Одна за Другой И я Поздравляю С этим Делом И конечно Ж Благодарю За то Что они Помогли Мне В работе Над Попадукой И над Майором Тупиловым Ничего Личного Большое Спасибо Вот Следующая Наша Сказка Будет В субботу В субботу Вот Елена В это же время Елена Пинчук И Михаил Новицкий С вами Прощаются И Мифка И Мишка Который Мишке Тебе нравилось Сказку Как он Не Мишка А Мишка Передает Вам привет Из джунглей И В субботу Мы продолжим Сказку Про то Что там Не Стрелять Делал В городе Как он Выручал Своих друзей Экологов И Как они Справились С задачей Этой Спасибо За то Что вы были С нами Мы с вами И через Минут сорок Мы выходим В эфир Песни Двадцати Двадцати Двадцать Двадцать Сегодня будет Очень Веселая И одновременно Важная Песня Через сорок Минут В эфире Пока Пока Дорогие Пока Пока